Продолжение следует... Если вы хотите написать роман, если вы хотите сделать это вместе с нами, написать, издать и раскрутить, сделать бестселлером, если вы хотите сделать это вместе с нами в нашей сценарной мастерской, то проходите по ссылке в описании, подайте заявку и займите место на курсе, пока его не занял кто-то другой. Если вы видите меня, если вы слышите, если вы смотрите в прямом эфире, то напишите, пожалуйста, в чате, что вы меня видите и слышите. получается потихоньку окей да потихонечку подключается понимаю что какое-то количество участников мы конечно же потеряли это нормально это совершенно совершенно нормально это нет в этом нет проблем мы с вами уходили на месяц в подполье уходили в автономное плавание с большинством из вас проходили год денег какое-то количество участников оставались в это время на берегу и вот мы все воссоединяемся и как я и обещал перед перед началом бп я обещал что мы с вами по возвращению устроим ресурсную неделю и вот таки она и начинается наша с вами ресурсная неделя о том как отдыхать я уже немножечко говорил когда по моему по моему в практической магии было занятие посвященное отдыху и сегодня кое-какие вещи я напомню а такие вот ну фундаментальные базовые вещи по поводу отдыха и дам некое задание связанное связанное именно с отдыхом вообще вот смотрите отдых я бы так сказал что невозможно добиться высокой продуктивности в чем бы то ни было чем бы вы не занимались если у вас правильно не организовано то есть да вы можете конечно там пытаться себя там каким-то образом гнать взнуздовать но если у вас нет отдыха да и причем есть культуры в которых общество это очень сильно поощряет вот эту вот работу на износ да то есть японское общество например советское общество в этом смысле отличалась так 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 такими установками даже нужно вот обязательно нужно убиваться на работе если вы не убиваетесь то значит вы что-то не дорабатываете а вот и к сожалению эти установки они и дальше транслируются людьми и приводят к очень большим проблемам соответственно отдых это и есть тот самый фундамент на котором находится наша с вами работа и когда мы планируем наше рабочее время мы отдых планируем в первую очередь помните у нас с вами был урок по блочному планированию давайте так кто помнит напишите в чате помните ли вы урок по блочному планированию если вы его не помните или если вы его пропустили напишите в чате что не знаю не помню блочное планирование я этот урок даю каждый год даю на самодисциплине новогодние праздники тоже это база да то есть это вещи которые вот если вам нравится моя продуктивность да вот она в очень большой степени базируется на вот этом блочном планирование так вот вы помните что там мы наш день делим на блоки до в которых у нас утром блок концентрации дальше нас блок коммуникации дальше блок рутины дальше блок тупки да и у нас напряжение в течение дня с утра концентрированное напряжение в течение дня постепенно напряжение спадает да и примерно 50 процентов нашего времени свободно да то есть вот мы там с утра пишем потом у нас есть пара часов свободного времени потом Потом мы делаем звонки, пишем письма, и дальше опять у нас пара часов свободного времени. Рутинами два часа занимаемся, пара часов свободного времени. И тупкой тоже пара часов занимаемся, тупкой, потом пара часов свободного времени. То есть мы за день, работая 8 часов в день, мы 8 часов отдыхаем. То есть мы в течение дня 4 раза по 2 часа отдыхаем, отключаемся. То есть 2 часа поработали и 2 часа отдыхаем, 2 часа поработали и 2 часа отдыхаем. То есть мы отдых заранее закладываем в наш день. Дальше. Неделя. В течение недели, если вы занимаетесь только писательством, то есть кроме того, что вы пишете, 3 страницы в день вы пишете, кроме этого вы ничем больше не занимаетесь. Можно организовать свою работу таким образом, что вам не нужен, не будет требоваться выходной. Можно, это возможно. Да, что у вас механизм просто, просто это как физиология, да, писательство. И оно будет такой неотъемлемой частью вас. Вам не нужно будет от этого отдыхать. Можно работать без выходных. Но если у вас помимо этого есть хоть какие-то другие обязанности, да, хоть какая-то другая работа, да, другая какая-то нагрузка, да, то есть что-то, что вы должны делать. Обязательно нужен выходной. Неважно, фуббота, да, если вы еврей, да, воскресенье, если вы православный, понедельник, если вы бизнес-тренер, да, как мужицкая, понедельник, да, это шаббат, тренерский шаббат, да. То есть неважно, каким днем у вас будет выходной. Может быть, среда даже, на самом деле. Важно, чтобы вам было удобно, да, то есть вы себе выстраиваете график и обязательно раз в неделю выходной. Дальше тоже здесь есть разные варианты, да, разные варианты нагрузки, да, хороший вариант, если, например, вы три недели работаете и четвертую неделю вы делаете, опять же, выходной, да, то есть вы куда-то уезжаете, выключаетесь из этого самого, из своего повседневного процесса, да, и отдыхаете. Не всегда это может быть, не всегда просто, я понимаю, что есть там определенные внешние ограничители, да, причем неважно, чем вы занимаетесь, фриланс у вас, работа в найме или бизнес, да, довольно сложно выделять по неделю. Но я знаю людей, которые там по неделе раз в месяц выделяют. Такой сам я не могу, к сожалению, себе позволить. Конечно, хотелось бы к этому со временем прийти, да. Если этого нет, то каждые три месяца как минимум, да, на две недели нужно выключиться и отдохнуть и куда-то уехать. И этот отдых мы планируем заранее. То есть мы, когда смотрим на свой год, мы сначала планируем отдых, а потом уже планируем все остальное. И причем это планирование отдыха, да, оно может быть вообще никак не связано с днями обычного, днями, когда отдыхают все обычные люди, да, например, я там в майские праздники никогда не отдыхаю, да, потому что ну смысл ехать куда-то, да, там все толпы народу. Я лучше поеду в конце мая куда-нибудь съезжу и в пустых отелях буду заселяться и отдыхать. Да, и то же самое новогодние праздники. На новогодние праздники последние восемь лет у нас проводится самодисциплина, у меня самое рабочее время, да. И после самодисциплины я всегда на недельку, на две, именно после самодисциплины, да, с 10-го числа обязательно куда-нибудь метнусь и отдохну. Это тоже многолетняя традиция такая, да, то есть мы сначала планируем свой отдых, а потом уже планируем работу. Насколько это понятно? Если понятно, напишите в чате. Если есть вопросы какие-то по этому поводу, то задайте вопросы. Да, вот люди пишут, что не помнят, не знают. Найдите на Ютубе или здесь в ВКонтакте, найдите урок по блочному планированию в самодисциплине и посмотрите. Потому что блочное планирование – это фундаментальная вещь. Или я точно давал это в практической магии в прошлом году. Урок называется «Стратегия дня». Поиск, найдите «Стратегия дня» и посмотрите обязательно. Так, медитация и пилатес – это отдых или работа? Смотрите, вот что касается какой-то конкретной деятельности. Все, что угодно может быть работой, все, что угодно может быть отдыхом. Секс может быть работой. Выпивка может быть работой. То есть, если вы, например, проститутка, то секс для вас – работа. Если вы, как это называется, который вино пробует, дегустатор, то для вас пьянка будет являться работой. Я специально беру предельные какие-то вещи для того, чтобы это выглядело максимально доходчиво. Да, для большинства людей медитация и пилатес – это отдых. Для большинства людей просмотр сериалов – это отдых. Для меня просмотр сериалов – это работа. То есть, ну, вышел новый сериал или вышел новый фильм какой-то, да. Например, вы видели, может быть, серию постов про сериал «Ласт оф Ас», который мне очень не понравился. Да, и он мне действительно не понравился. Но я понимаю, что это важное событие в мире сериалов. И, соответственно, я должен его посмотреть, я должен его проанализировать, я должен высказать какое-то свое мнение по этому поводу. Вот здесь то же самое. Да, сомелье называется. Мне кажется, что сомелье – это все-таки человек, который разливает вино, а не тот, который пробует вино. Ладно, это не суть важной. Мне важно, чтобы вы принцип понимали. Что любая работа, да, любая деятельность, она может превратиться в обязанность, может превратиться в работу. И вот теперь мы с вами подходим к самой важной теме. То, что я хотел сегодня рассказать. Я, честно говоря, прям вот я несколько недель и так подходил к этой теме, и так просто думал, под каким ключом вам ее подать. Вот мы с вами поговорили, да, отдых в течение дня, отдых в течение недели, отдых в течение года. Но еще может быть такая штука, как отдых в течение жизни. Кому из вас знакомо такое понятие, как «соббатико»? Напишите, пожалуйста, знакомо ли вам понятие «соббатико»? Знаете ли вы, что такое «соббатико»? Можно ли там блоки делать разного размера? Или всегда надо два часа? Ну, это оптимальное просто. Можно, смотрите, ребят, можно делать вообще все, что угодно. То, что я вам дал, это оптимальный размер блока. Не знаю, странно. Такое достаточно общеизвестное понятие. Значит, что это такое? Что такое «соббатико»? Это когда, я не знаю, есть, наверное, точное какое-то определение. Я дам какое-то свое понимание. Это когда человек уходит на каникулы на год. То есть, на самом деле, может быть и не год, может быть и три месяца, может быть и два месяца. Но когда человек берет отдых от всей своей деятельности на довольно обширный срок, на срок, который больше обычного отпуска. То есть, например, отпуск у вас там обычный месяц, а вы берете там минимум три месяца вообще от всей деятельности. Но вообще считается, как такой классический «соббатико» – это год. И это не надо путать с, что называется, есть еще, я не знаю, есть ли у этого какое-то название. Я знаю, что в некоторых странах это практикуется такой год перед учебой, год путешествий, когда человек заканчивает школу, и прежде чем пойти учиться в университет или пойти служить в армию, он год путешествует, знакомится с людьми, приобретает какой-то опыт и так далее. Это все-таки немножечко не то, потому что, когда ты заканчиваешь школу, в этом нет такой коннотации отдыха, коннотации отпуска. Обычно «соббатико» устраивают люди, которые чувствуют такое приближение выгорания или приближение кризиса среднего возраста. Когда ты настолько устал, что ты понимаешь, что тебе не хватит месяца, тебе нужен год отдыха. И для чего это делается? С одной стороны, да, действительно отдых, да, и на «соббатико» я считаю, что нужно решаться на «соббатико» в том случае, если вы действительно чувствуете, что вы зашли в какой-то тупик, и все, что вы делаете, не приносит результата или приносит не тот результат, который вас устраивает. И продолжая заниматься той же деятельностью, которую вы занимаетесь сейчас, вы выхода из этого не видите. И по какой-то причине вы не можете просто внутри своей деятельности попробовать что-то другое, да, и вы как бы обрываете все и уходите вообще, уходите в отпуск, уходите в отдых. Для того, чтобы, может быть, увидеть, разглядеть что-то, какой-то новый путь, который вы сейчас не видите. Когда еще рекомендуется, да, то есть первая ситуация, когда это рекомендуется, когда у вас случилась ситуация выгорания. Второй вариант, когда вы хотите найти что-то новое, но вам мешает что-то, что есть в вашей жизни сейчас, а вы не видите, что именно. Да, то есть вы делаете много каких-то вещей, много каких-то проектов, и вы не понимаете, на самом деле, в каком из этих проектов вы зашли в тупик. Такое тоже бывает. Да, и для того, чтобы освободиться от этого, чтобы начать что-то новое, вы останавливаете вообще все. То есть вы не знаете, что лишнее, поэтому останавливаете все для того, чтобы прислушаться к себе и послушать, что нужно вернуть, а от чего нужно избавиться окончательно. То есть это скорее не отдых, да, не в отдых вы уходите, да, а скорее вы такой режим тишины, режим радиомолчания устраиваете для того, чтобы послушать, где что звенит. И из этой тишины, из этой паузы вы можете увидеть какую-то новую интересную для себя деятельность и одновременно с этим получить ресурс, да, то есть зарядиться энергией, да, и получить ресурс для того, чтобы в этом направлении начать двигаться. Потому что бывает так, что направление там, в общем-то, может быть понятно, куда двигаться, но нет ресурса и нет времени, да, даже если время есть, то нет ресурса, нет сил просто, моральных сил нет для того, чтобы этим заняться. И когда еще это бывает? Бывает тогда, когда вы не даете себе, вот это странно может быть прозвучить, но это действительно очень такая, ну, сутевая проблема, и она очень, не так редко она бывает, когда человек не дает себе разрешения отдыхать. Это тоже очень важный симптом, когда вот делаешь что-то, и я у себя тоже такое замечал, и когда это происходило, да, я сразу так, стоп, ага, что-то не то, надо что-то менять, нет какой-то сутевой деятельности, да, то есть когда ты делаешь что-то, и у меня, когда как бы вот все идет нормально, я сделал какое-то дело с утра, да, то есть когда пишу текст какой-то, да, и я все время что-то пишу, но я пишу разные тексты, разного качества, разного назначения там и так далее, и так далее, да, и приоритетность этих текстов для меня тоже разная. Вот, и, соответственно, там пишешь какой-то текст, делаешь какое-то дело, и ты его сделал, и возникает ощущение, что в принципе все, сегодняшний день уже удался, то есть 9 утра, а я уже все сделал, и дальше совершенно спокойно возникает ощущение, что я имею право отдохнуть, я имею право поделать что-то, что будет для меня просто вот отдыхом в чистом виде. А бывает так, что ты делаешь, 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 делаешь что-то, но все время ощущение такого голода, да, и ты думаешь, а вот еще письмо надо в рассылку написать, а вот еще пост надо написать, уже 5 постов написал, 6-й еще пост надо написать, а вот еще надо этому человеку, с этим человеком связаться, а вот еще вот это надо сделать, и это, и это, и это, и уже там 11 часов вечера, А ты еще что-то судорожно делаешь, и продолжает оставаться ощущение, что ты еще что-то не доделал. У кого из вас бывало такое состояние, когда ты делаешь, делаешь, делаешь что-то, и уже устал, и надо спать, а ты еще ощущение такое, а вот там еще помидорки посадут, и еще пытаешься кто-то доделать? Бывало ли у вас такое состояние? Да, Елена пишет, часто бывает. И действительно, очень часто бывает, что люди в таком состоянии живут годами. То есть делаешь и делаешь, делаешь и делаешь, делаешь и делаешь, и как бы не даешь себе права отдохнуть. А если отдыхаешь, даже прям выдернув себя, заставляешь себя. Молчанов сказал на вебинаре, что надо отдыхать. Вот я отдыхаю, но я себя накажу за это, за то, что я час отдохнул, за это я сейчас пойду и 10 часов поработаю. То есть надо что-то такое судорожно сделать. Если я иду, условно говоря, бегу на пробежку, то обязательно в наушники какая-нибудь лекция полезная или подкаст или какая-нибудь аудиокнига. То есть стараешься время зарядить чем-то таким важным, нужным, полезным. А если все сделано, то есть найдена вот эта сутевая деятельность, вы ее сделали и все. И там на пробежку бежишь совершенно спокойно, в наушники музычку какую-нибудь включаешь и расслабляешься. А почитать что-то берешь не сложную какую-нибудь книжку по психологии или по философии, а берешь какую-нибудь, не знаю, чтиво историческую и могу себе это позволить. И сериал смотришь не что-то там замороченное, а какой-нибудь Король и Шуль там наш или вообще ситком какой-нибудь. Сидишь, смотришь и как бы нифига не стыдно за это. Да, вот очень часто бывает так, что если нет вот этой сутевой деятельности, нужна пауза. Да, то есть нужно остановиться для того, чтобы увидеть и спросить себя, а что будет этой сутевой деятельностью. И понятно, что мы к такому уровню понимания мы приходим только годам к сорока. Почему? Потому что где-то лет до сорока мы живем эмоциональной жизнью. Да, то есть нас там, если я вспоминаю себя там какие-нибудь, не знаю, там в 20 лет в какие-нибудь, да, то есть это была такая, ну что называется, пушка на палубе отвязавшейся. Да, то есть вот захотелось, всралось вот это вот сделать и все. Да, то есть вот захотелось в 4 часа ночи на море поехать, да, вышли, поймали автостопом, поймали машину и ехали, ехали, ехали до тех пор, пока всеми четырьмя колесами в море не въехали. Да, то есть вышли, ноги помочили, все, поехали обратно и поехали обратно. Да, то есть вот такая какая-то, да, вот именно эмоциональная жизнь не жизнь разума. А постепенно вот эта как бы буря эмоциональная, она потихоньку утекает, да, и человек начинает жить разумом, да, то есть начинает немножко уже стратегически как-то смотреть на свою жизнь. И вот годам к 40 человек вдруг начинает понимать, ага, вот то, чем я сейчас делаю, да, то, чем я сейчас занимаюсь, это может быть не совсем то, чем я хочу заниматься, да, происходит переосмысление. Оно обычно происходит где-то там в промежутке между 40 и 50 годами. У меня это вот 40 лет произошло переосмысление. Ну, я без собатикала обошелся тогда, ну, опять же, да, я остановил все свои проекты на тот момент и полностью все вложил, все, что я делал, все вложил в мастерскую, начал заниматься мастерской. И, соответственно, да, я думаю, что если есть возможность, да, то есть может случиться так, аккуратно выражусь, да, что не, я не думаю, что каждый человек обязательно должен пройти собатик. Но может быть такая ситуация, что собатикал будет необходим. И нужно будет, да, то есть выгорание будет такой степени, что надо будет остановиться и сделать паузу. Какая здесь техника безопасности? Ну, во-первых, нужно обязательно, чтобы был рядом какой-то человек, который поддерживает, да, и нужно, чтобы у вас обязательно были средства для существования, чтобы у вас была оплаченная на это время квартира, чтобы вам было что есть, да, потому что, ну, собатикал, когда ты вынужден там внезапно вскакивать и идти устраиваться работать дворником, да, это не очень хорошо. Ну, или наоборот, да, что вы находите какую-нибудь работу, которая, если вы головой работали, да, находите физическую работу, и для вас это является переключением отдыха. Естественно, должна быть определенная техника безопасности. И в случае, если от вас зависят какие-то люди, да, если вам надо семью кормить, опять же, ваша сфера ответственности – это обеспечить то, чтобы они с голоду не умерли, пока вы там себя ищите. Вот, и я думаю, что, естественно, если там высокий уровень рефлексии, и вы, в общем, понимаете, чем вы хотите заниматься, понимаете, что лишнего, в вашей жизни что нужно убрать, да, можно и без собатиков перейти, да, то есть можно совершенно спокойно переключиться. И в процессе одной деятельности, да, встроить в нее другую деятельность. Когда я осваивал сценарное мастерство, да, я делал это совершенно без отрыва от производства. То есть я продолжал работать в газете и параллельно отучился в Абгике и начал активно писать сценарий. И ушел с работы только тогда, когда меня уже все главным актором позвали на первый канал. Там уже нельзя было совмещать. И может быть ситуация, да, то есть сам по себе собатикал – это не самоценность, да, то есть он просто пауза годовая, она всей проблемы не решает, да, то есть у вас при этом должен быть определенный уровень рефлексии. И нужно понимать, что что-то уйдет, но что-то придет, да, и нужно позволить вот этому что-то придет, нужно позволить ему прийти, да, то есть освободив место, нужно обязательно вот то новое, что придет, да, его нужно интегрировать, его нужно взять, его нужно использовать, потому что может произойти такая штука. Есть у меня знакомый один. Не буду говорить, кто, и постараюсь рассказать так, чтобы вы тоже не поняли, о ком идет речь. Это известный достаточно человек. И вот он какой-то несколько лет назад, он решил, он известный в своих кругах, такой влиятельный достаточно парень, и он решил устроить такой собатика. Полностью все поставить на паузу все свои проекты и год отдыхать, год путешествовать. И он действительно поставил на паузу, ушел на год на это самое, и потом год проходит, и еще месяц проходит, и он пишет пост где-то в соцсетях, что типа, да, вот что-то как бы год назад я ушел на год, но что-то мне не хватило. Пошел второй год моего отдыха. Да, то есть, если вам двух лет не хватило, да, то есть, что произошло? Ну, человек год путешествовал, да, время от времени делал что-то там, пулял по рассылке, продавал какие-то партнерские продукты, зарабатывал себе какую-нибудь копеечку небольшую, вот, и дальше там продолжал ездить там в постелах ночевать. Значит, год прошел, и он так посмотрел, ну, окей, хорошо, а дальше что делать? Нового ничего не появилось, а в старое возвращаться не хочется. То есть, он посмотрел на свою прежнюю деятельность и такой, типа, не хочу этим заниматься. А нового ничего не появилось. Да, то есть, человек отдыхать отдыхал, интегрировать новое, искать, пробовать новое, да, прислушиваться к новому, ничего не делал. Ну, в итоге просто год провел в пустую. И через год оказался ровно в той самой точке, в какой он был год назад. Точно так же, да, посмотрел на, год отдыхал, посмотрел на свою старую работу, нового ничего нет, и тут же почувствовал себя уставшим. Надо еще год отдыхать. Просто вот от одного взгляда на старую работу. Очевидно, что надо менять работу, надо менять деятельность, надо заниматься чем-то другим. Поэтому вот есть такие опасности у Сабатикова. Смерть – самый крутой Сабатикл. Ну, вопрос того, что будет после. Насколько понятна эта мысль по поводу Сабатикова? Если понятно, напишите понятно. Если есть какие-то вопросы, то задайте вопросы. Так, перфекционизм. Нет, это не совсем перфекционизм. Это некая пустота, которую вы не можете заполнить. Знаете, как бывает, когда вот ешь что-то, да, а в еде нет, условно говоря, витаминов каких-то. И ты ешь, 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 а ощущение, да, то есть ты съедаешь огромное количество еды, а ощущение, что ты все время голоден. Потому что там нет какого-то там конкретного вещества, которого вам не хватает. Про прогулки наушнику просто в точку, как же можно время тратить впустую. Вот когда у вас есть вот эта сутевая деятельность какая-то, да, то есть центральная, да, когда она сделана, вы можете позволить себе гулять и слушать то, что вы хотите. Так, вот сознательный пользователь пишет. Я люблю такие состояния, когда делаешь что-то целый день. Для меня это индикатор того, что жизнь идет все в порядке, или это ошибочное ощущение. Вы не поняли, что я имею в виду, да. Дело в том, что когда вы делаете что-то целый день, а не возникает ощущение завершенного дела. Хочется сделать еще, 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 еще. И ощущение, что вот вы сделали уже сегодня что-то важное и можете отдохнуть. Что вот этого ощущения не возникает. Это значит, что вы делаете что-то не то. Верный признак. Потому что если вы делаете то, что надо, да, бывает, конечно, бывает так, что если делаешь какой-то большой проект, да, сидишь 10 часов. Делаешь, и после этих 10 часов ты сидишь и, блин, день прошел не зря. Вот когда возникает это ощущение, что день прошел не зря, да, значит, все в порядке. И если этого ощущения не возникает, то значит, что-то не то вы делаете. Для паузы нужны средства. Да, я об этом и сказал, конечно же. Ребята, ну, вы живете в 2023 году. Вы разговариваете на русском языке. В чем проблема? Очень странно не иметь возможности заработать средства на жизнь, живя в 2023 году и разговаривая на русском языке. То есть я понимаю, если бы вы жили в какой-нибудь африканской деревне, нищей, и разговаривали бы на языке, на котором три человека разговаривают. Тогда, может быть, действительно есть какая-то проблема с заработком. У вас есть, как минимум, выход в интернет. Найдите способ, как заработать деньги. Так же было. Не хотела возвращаться в корпорацию. Новое я не придумала для себя, только начала искусством заниматься. Понятно, но непонятно, что делать, если нового не появилось. Ну, нужно это тестировать, нужно пробовать это новое. И прислушиваться к себе, откуда пошла энергия. Пошла энергия, все, значит, это оно. Так, да, вот закидываешь в себя чипсы, организм кричит, требует мяса. Вы абсолютно точно. Проходила саббатикал пару раз в жизни, в частности, в прошлом году ушла на полгода. Кстати говоря, когда произошла пандемия, да, это был такой, для многих людей, это был, по сути, такой саббатикал. Очень многие люди, знакомые мои в том числе, например, там, бизнес-тренеры, которые делали, проводили живые тренинги, да, и они, по сути, были вынуждены уйти на саббатикал на несколько месяцев, а потом начали заниматься совсем другой деятельностью. Прям совсем другой, то есть, ну, плюс-минус тем же самым, да, но другая аудитория, другой способ работы, да, и, в общем, огромный кайф от этого получают. Так, вырастила четырех детей, миссия выполнена, ищу новые смыслы. Ну, я вырастил двух детей, и, наверное, я полмиссии выполнил. Так, надо заполнить пустоту кристаллами, для кристаллизации нужен кристалл затравка, видимо, в саббатикал надо уходить с ним. Это хорошее замечание, да, я думаю, что, на самом деле, чаще всего, когда мы решаемся на саббатикал, у нас эти кристаллы уже есть, мы их уже чувствуем, что они у нас есть. И очень часто бывает так, что, в общем-то, вы, на самом деле, уже знаете, что надо делать. Просто вот нет какого-то, нет энергии для того, чтобы это туда себя направить. И не хватает честности перед собой для того, чтобы себе это сказать. Так, если продолжать ходить на основную работу на автомате, не пытаясь внести изменения, это считается как саббатикал? Это можно быть, да. То есть, если вы, например, четко понимаете, что вам нужно новое, да, и вы как бы понимаете, что нужно делать для этого, да. Например, когда, вот я вам сказал пример, когда я решил стать сценаристом. Все, твердое решение для меня было. Вот, и я делал, я как раз тогда впервые прочитал книгу там «Тайм-драйв» Архангельского. Я сделал хронометрирование дня своего. И для меня большим открытием стало тогда, когда я посмотрел на свой день и увидел, что я ни минуты своего времени не трачу на то, чтобы стать сценаристом. Да, и не инвестирую в то, чтобы стать сценаристом. И с этого момента я начал два часа в день целенаправленно вкладывать в то, чтобы заниматься деятельностью, связанной именно с моей будущей работой. И параллельно, да, я не мог уволиться из газеты, потому что мне надо было платить за съемную квартиру, да, и мы, по сути, в общем, на мою зарплату жили. Вот, и, соответственно, да, естественно, было бы здорово, если бы там можно было мне устроить там на год отпуск и заниматься только сценаристикой. Я этого, во-первых, не мог себе позволить по финансовым основаниям, вот, а во-вторых, ну, мне, в принципе, было понятно, что делать. Да, то есть если понятно, что делать, если вы видите вот этот новый вид деятельности, то вы совершенно спокойно можете совмещать. То есть собатикал мы делаем не для того, чтобы внедрить новую деятельность, а для того, чтобы ее выявить. Если бы я раньше знала, что это называется собатикал, то не винила бы себя за прокрастинацию, а полноценно отдыхала. Да, совершенно верно. Здесь важно, чтобы не было чувства вины, да, потому что проходить собатикал, проживать собатикал – это тоже работа, это довольно сложная работа, которая требует концентрации. В 2020 году был вынужденный собатикал – мои круглые столы для топ-экзекутив накрытия. У меня, например, не было собатикал. Почему? Потому что я тогда точно знал, чем я хочу заниматься. Я сейчас как раз смотрел свои посты, которые я писал три года назад. Да, вот плюс-минус вот в это же время началась. Чуть-чуть раньше, где-то, по-моему, в середине марта, что ли, нас закрыли в Москве, я начал делать прямые эфиры ежедневно. Да, то есть вот мне тогда хотелось делать, хотелось разговаривать с людьми, хотелось делать эфиры большие, там, по два часа. И я, собственно, и появилась возможность, потому что все сели дома. И, например, там актеры, Яна Секстон, например, с которой мы там несколько недель никак не могли пересечься, никак не могли договориться. У нее то репетиция, то съемки, да, а тут она такая, я сижу дома. И я говорю, все, давай делаем эфир. Да, то есть все те люди, до которых было сложно достучаться, да, они все оказались легко доступны. Да, то есть это была возможность. И мне не нужно было, да, то есть я знал, что я хочу делать, и мне отдыхать не нужно было. Да, я с некоторым недоумением смотрел на людей, которые там, типа там, я пересмотрел «Игру престолов», ну, круто, а у меня там минуты свободной не было, да. То есть здесь важно, чтобы вы понимали, да, что соббатикал – это не про отдых, да, а это именно про понимание направления. Прокрастинация и мысль с минимизацией основной работы, понятно, в рамках оплаченного труда. Но меня так мучает совесть для этого. Что с этим делать? Ну, нужно, как бы, нужно получать результат, да, то есть нужно понимать, что вы соббатикал, опять же, да, что это деятельность, и вы пробуете что-то делать, и вы получаете какие-то результаты, когда вы пробуете это делать. Да, то есть если есть зримые результаты, пусть даже, может быть, не финансовые результаты, да, например, там, решил начать писать сценарий. Вот написал сценарий, да, у меня там первый же мой сценарий, который я написал, он не был снят, но он был сразу же напечатан в журнале «Синопсис и киносценарий». Вот, и для меня это было, ну, сразу каким-то таким признаком того, что да, наверное, это направление, которое, там, правильное направление, в котором надо двигаться. Да, прокрастинация и соббатикал – не одно и то же. Ну, конечно же, да, разумеется. Наоборот, смотрите, соббатикал – это как раз вы останавливаете прокрастинацию. Что такое прокрастинация? Прокрастинация – это не ситуация, когда вы ничего не делаете. Это ситуация, когда вы делаете что-то вместо того, чтобы делать то, что надо. То есть, например, мне надо писать сценарий, вместо этого я делаю уборку, да, или вместо этого я там ленту в Facebook чаще всего, у людей там в соцсетях зависает, да. И, кстати, самый простой способ остановить прокрастинацию – это начать ничего не делать. Да, то есть, вот если вы поймали себя на прокрастинации, есть очень простой способ выйти из состояния прокрастинации. Да, просто встаньте лицом к стене и постойте так хотя бы минуту. Да, и вот, то есть, остановите деятельность. И можете при этом закрыть глаза и встать на одну ногу, да. И вот вы ничего не делаете, минуту ничего не поделаете, да. И из состояния реального ничего не делания дальше возвращаетесь и начинаете делать, да. Из состояния ничего не делания проще начать делать, чем из состояния прокрастинации, да. То есть, возможно это делать, возможно, да, но это гораздо сложнее. И вот здесь то же самое. Вы делаете много всего. Если вы четко понимаете, что вам делать, вы можете, продолжая свою повседневную деятельность, начать еще делать что-то другое. Но если у вас это не получается, вы просто останавливаете деятельность на какое-то время. Не обязательно надо. Остановили и из состояния ничего не делания начинаете делать что-то новое. Хорошо, да, поставьте себя в угол на одну ногу. Поверьте мне, я никогда не советую то, чего сам не делаю. У меня тоже бывает прокрастинация. Если вам присылают прокрастинацию, дядя Саша присылает дракона прокрастинации верхом на звезде смерти. Мне такую прокрастинацию присылают, что просто... Вот. Поэтому выйти из этого очень... Я вон туда вот иду на балконе, стою лицом к стене на одну ногу и стою там, ну не минуту, 30 секунд стою. Потом возвращаюсь и начинаю работать методично. По пунктам. Одно за другим. Начинаю делать то, что надо делать. И гораздо проще их делать. Так, теперь дальше. Движемся дальше. Что еще... Какую еще пользу из вот этой идеи собатикала мы можем вынести? То есть я понимаю, что вот это... Ну, мы живем определенное количество лет, да, и мы не можем позволить себе там несколько раз за жизнь устроить себе такой собатикал. Чаще всего мы можем там полноценный такой на год, да, мы можем один раз за свою жизнь устроить. Может быть там типа пару таких собатикалов в месяц по 2-3. Если вы делаете это больше, чем 2 раза за жизнь, да, значит вы уже начинаете использовать собатикал в качестве... Сам собатикал в качестве прокрастинации. Вот. Да, то есть вы просто ищете способ для того, чтобы ничего не делать. Ну, как бы, окей, можно и так. Но если вы поняли идею, саму идею собатикала, да, что вы останавливаете деятельность и делаете что-то другое, то можно распространять эту идею на одну какую-нибудь деятельность. То есть вы принимаете сознательное решение о том, что вы не полностью все останавливаете, да, а что-то одно останавливаете на какое-то время. Например, я живу, условно говоря, в каком-то городе, да, и мне в этом городе жить надоело, да, например, ну я вряд ли от Москвы когда-нибудь устану, да, потому что я Москву ощущаю как часть себя, да, то есть мне нигде так хорошо не было, как в Москве, и вряд ли я где-то еще смогу жить. Ну, не знаю, может быть, в Лондоне. Только в Лондоне я такой же какой-то ритм почувствовал, да, больше нигде, даже в Стамбуле этого не было. Ну, например, вы живете где-то в каком-то городе, чувствуете, что вы устали от этого города, устали конкретно от этого города. Я понимаю, кстати, та же Москва, да, я понимаю, что она не всем подходит, да, что она такая, Москва слезам не верит, да, такая энергичная достаточно, энергии такие жесткие. И вы делаете паузу на какое-то время конкретно для города, да, то есть, например, уезжаете жить куда-нибудь в Подмосковье, снимаете дом или вообще в деревню уезжаете, и там на полгода, на год вы от города уходите. И потом, через полгода, опять же, вы принимаете какое-то решение, например, возвращаетесь назад или переезжаете в другой город, в какую-нибудь другую страну, может быть, даже, да, или остаетесь, например, жить в деревне. Да, то есть, вы останавливаете что-то конкретное, конкретную какую-то деятельность. Например, вы ездите на машине, да, водите ее, и в какой-то момент вы говорите себе, так, все, я там надоело три часа в пробках стоять, я больше на машине не езжу, я пользуюсь общественным транспортом, да, или я нанимаю водителя и сижу на заднем сидении и читаю книжки, да, надоело сидеть на дороге. Ну, пялиться три часа в день, да, то есть, такая, такой вид деятельности. Что еще можно? Соцсети на какое-то время на паузе, да, то есть, мы с вами, когда проходим самодисциплину, помните, да, мы на 10 дней ставим на паузу соцсети, тоже вполне может быть, да, конкретный какой-нибудь вид соцсетей, да, например, не читаю телеграм-каналу, все, на какой-то период ставлю паузу. Не читаю бизнес-литературу тоже, например, или там книг по саморазвитию, да, то есть, бывает, начитался, уже все, уже здесь 500 книг прочитал, уже тошнит. Давайте-ка лучше вместо этого самого буду стихи хорошие читать, да, а с этой вот литературой ставлю на паузу. Человека какого-то, может быть, тоже надоел уже, все, невозможно с ним больше общаться, да, надо на паузу поставить на какое-то время. Год без интернета, например, не знаю, можно это осуществить или нет, но я думаю, что есть виды деятельности, в которой это вполне можно осуществить. Давайте так, давайте подумаем. Есть ли какая-то деятельность, которую вы хотели бы в своей жизни поставить на паузу на какое-то время? Не обязательно на год, да, давайте так, на месяц. Вот какой-нибудь, какой-нибудь вид деятельности вашей, то, чем вы занимаетесь, что вы поставили бы на месяц на паузу. Кстати говоря, вот те, кто не проходил ВП, да, по сути, у вас был собатикал от меня, да, то есть вы, эти наши еженедельные вебинары, да, они у вас стояли на паузе. Так, у вас был такой Молчанов-Сабатикова. Так. Сама для себя открыла, что если не остановлюсь и не позволю себе потупить, то не закончится прокрастинация моя. Так, я тоже останавливаю деятельность, сижу, смотрю перед собой, через какое-то время приходит импульс к реальному действию. Способ остановить внутреннюю свою душу. Да, совершенно верно. Наталья пишет, да, это про меня устал от Краснодара жуть. Так. Да, я тут тоже в Москве, еще в Куалавом поле. Почему-то живу там, где устаю, и нужно выезжать периодически. Нет, я не устаю, я в Москве как раз не устаю. Мне в Москве вообще кайф. Есть, я знаю людей, которые от Москвы очень сильно устают. Для меня, вот я там по Тверской иду, я чувствую просто, это я единственное. На телефоне телеграм превратился в черный экран, само встало на паузу. А, вот, поставлю на паузу ребенка, отправлю его в лагерь. Да, например, не смотреть ленту ВКонтакте. Да, будет отпуск, поставлю на паузу работы. Так, из пригорода уезжаю на лето в современной Тихий Сосново-Бост. Точно буду писать в одиночестве. Отношения с кем-то. Так, основную работу на паузу в соцсети. Окей, хорошо. Это вам на подумать. Я не буду вам давать задание ни собатикал устроить, ни это самое. Это все вещи такие, которые на будущее. И даже хочу оговориться, что не всем собатикал подойдет. Да, то есть это не, чтобы у вас тоже не было такой мысли, что молчанов заставляет меня уволиться с работы и на год сесть дома. Нет, это абсолютно нет. И вообще я бы советовал такого рода решения обсуждать с каким-то человеком со стороны, который знаком с вашей конкретной ситуацией. Кто это? Ваш коуч, ваш психотерапевт, ваш партнер. То есть здесь лучше иметь какой-то сторонний взгляд на это. Потому что с такого рода решениями нужно быть очень-очень осторожными. И они могут, как все большие решения, они могут как изменить жизнь к лучшему, так и изменить жизнь к худшему. Тоже такое может быть. Так, проходила самодисциплина. Поставила бы на паузу отношения с нужным. Кстати, тоже делают у меня знакомая, уехала там, при том, что там, насколько я понимаю, там все в порядке с отношениями, да, но уехала на несколько недель на такой ретрит, на отдых. И у меня есть знакомые тоже, которые делают, устраивают такие ретриты, да. То есть когда он, допустим, может от нее на неделю уехать куда-нибудь. Просто уехать, снять гостиницу и сидеть и отдыхать. Да, я понимаю, что интенсивность общения, если там такая большая достаточно, то можно делать паузу. Опять же, мы этого не практикуем, мы редко расстаемся очень, но, видимо, как-то у нас наш симбиоз, он, видимо, настолько отлажен, что не требует каких-то больших отдыхов друг от друга. Но может такое быть. Видимо, границы просто очень четко очерчены. Так, как мужа поставишь на паузу, он как минимум жрать просит. Ну, ребята, это уже технические вопросы. Вопрос технический, как поставить мужа на паузу, если он просит жрать. Это можно каким-нибудь образом автоматизировать. Работу по дому, готовку в основном поставила бы на паузу с радостью. Опять же, вот смотрите, вы формулируете, да, и вы это, я прям вижу, что вы, ну, как это можно сделать? Ну, вот как же можно готовку поставить на паузу? Ну, элементарно. Я в магазине, в продуктовом не был, ну, не знаю, лет пять так точно, и никто из моей семьи. Ну, и мы можем иной раз там в азбуку вкуса зайти шампусика купить, да, и пирожных каких-нибудь. Да и то пирожных чаще заказывали. Да, почему? Потому что доставка есть, да, то есть мы это делегировали, мы по магазинам не ходим, да, и с едой то же самое, да, то есть, опять же, есть доставка, можно нанять человека, который занимается готовкой, да, то есть все эти проблемы решаются очень легко, даже совсем недорого стоят. Окей, хорошо, теперь это вам наподумать. Я не буду давать вам задание отправиться в Sabbatical, я хочу эту мысль в вас забросить, и чтобы она у вас поварилась какое-то время, несколько недель, а может быть и месяц, и потом, может, через какое-то время она во что-то прорастет. Но, тем не менее, отдыхать мы с вами будем, и отдыхать мы с вами, я хочу, чтобы мы с вами эту неделю посвятили радованию себя, да, то есть чтобы мы делали что-то. Сейчас что-то как-то какая-то ситуация в мире такая не очень радостная, вот, и поэтому я думаю, что надо самим брать спасение утопающих, дело рук самих утопающих, да, дело радования себя, я думаю, что надо брать в свои руки. И давайте так, я в свое время сформулировал такую вещь, сформулировал такой вопрос, что вот город, в котором вы живете, давайте я его повторю, продублирую. Где вы живете? В каком городе вы живете сейчас? Напишите, напишите в чате. Я понимаю, что это опасный такой вопрос, но, тем не менее, попробуем. Если вы не какой-то секретный человек, засекреченный, который не может, не может говорить о своем местонахождении. Гамбург, Минск, Ростов-на-Дону, Москва, Краснодар, Челябинск. Киров, Карканда. Вы знаете, в стародавние времена всегда вебинары начинались с того, что спрашивали у людей, откуда вы все, с какого города, напишите. В Москве с февраля, Красноярск, Нижний Новгород, Чусовой, Волгоград. Хорошо, Тула. Супер. Теперь вопрос. Вот представьте, что к вам в гости приехал я. Вот я приехал к вам в гости. Мы с вами тренинг проходите. И вот вдруг вы пишете. Самара, Таганрог. Молчанов приехал в Таганрог, в Самару. И говорит, ребят, вот давайте, хочу посмотреть, что у вас есть в городе прикольного, классного. Отведите. У меня есть там день свободный. Покажите мне что-нибудь, что в вашем городе, где можно отдохнуть, посмотреть что-нибудь интересное. Вот куда бы вы меня повели, если бы я приехал к вам в гости? Если бы вы ко мне приехали в гости, я бы вас, скорее всего, повел бы в картинную галерею. Ну, я бы посмотрел, что какие есть выставки. Я очень люблю музеи. И там в зависимости от того, смотря откуда вы приехали, какие у вас интересы, я бы повел вас либо в Пушкинский музей, либо в Третьяковку. Я, кстати, так делал неоднократно. Когда у меня приезжали друзья, и мне так говорят, что типа круто. Обычно в кафе люди сидят, бухают, а с тобой там сходили, картины посмотрели. Совсем другой какой-то уровень удовольствия. Так, музей Автобаза, парк Галецкого. Хочу, кстати, посмотреть. Видел фотки, офигенно смотрится. Прям я думаю, что я даже найду какую-то возможность приехать посмотреть. Так, Мамая в Пурган, пруды, баня рыбалка продана. Отлично. Так, в Ярославле классный частный музей, музыка и время. Так, хочу именно это сделать бизнесом сейчас своим индивидуальным менеджером гостеприимства. Так, музей Фаберше, так, на набережную, маяк Мержанова. Музей нумизматики, но запись заранее. В Куркинском артрите кофе были, да. Так, Краевой музей и подром, Лавра, Келарская набережная, Блинная гора, филармония, театр, оперы и балета, Мариника, отлично. Море и набережная. Вот бы нам экскурсию изначально в музей. Надо устроить как-нибудь. В ресторан «Казачий Курень» прогуляться по Пушкинской обязательно на колесе и корабле. Так, музей газа, Ясная поляна. Я был в Ясной поляне, кстати, и я был в Никольской-Вяземской. В родовое имение. Мы там жили в вагончике. Так, на огонек, дно, домик Чехова, лавка в Таганроге. В Таганроге маленькая, но хорошая картинная галерея. Хочу съездить, все классно, супер. В Самаре бункер Сталина, по Москве реке на кораблике. Рядом с дном есть все. Дом ученых в кофе. В бункер еще попасть надо. Да, супер. Вот видите, прям как все ожилились сразу же. Но здесь сейчас я как бы немножко усложню задачу. То есть это было бы слишком просто, если бы я попросил вас, чтобы вы себя сводили в это место. Да, потому что, скорее всего, если вы готовы меня привезти в это место, да, вы это место уже знаете. Оно вам знакомо. Соответственно, вы, я вас попрошу сделать такую штуку, как бы вот раздвоиться. Да, то есть, вот представьте, что в этот город приехали вы. Да, что вы на свой город смотрите таким взглядом приезжего человека. Не взглядом человека, который все знает в этом городе, а взглядом приезжего человека, который хочет куда-то сходить. Да, и вот найти какое-то место, где вы либо не были, либо были, но забыли. Да, чтобы вы сходили не в привычное место, которое вы знаете наизусть. Да, я картинную галерею знаю наизусть. Как Тарковский говорил, что я знаю наизусть картинную галерею и Библию. Библию я наизусть не знаю, картинную галерею я знаю наизусть. так же, как и Пушкинский музей, так же, как и Эрмитаж. И у нас там был случай, когда мы картину одну искали. И я приходил, вот она должна быть здесь. А там другая картина висит. И я думаю, да что ж такое? Еще раз обошли, может, в другом месте. Нет, нету картины. И я подошел к сотрудникам и спросил, где, где, здесь. Я точно помню, что здесь другая картина должна была быть. Картина в театре называется. И не помню кого, по-моему, Кайбота. И, значит, она мне сказала, что да, действительно, сейчас там заменили эту картину, там другая картина на ее месте. Так вот, найти какое-то место в своем городе, где вы либо не были, либо были, да забыли. И сводить туда себя в гости. Сводить туда на прогулки. Вот вам задание домашнее на эту неделю. Так. Десной повела бы вас в парк местный прямо в центре города. Так, повела бы в Москве на джаз-клуб Козлова. Да, кстати, знаю, я мимо него ребенка вожу в школу. Вернее, водил. Я думаю, дома сидит. Так, купила себе билет на балет Анна Карелина. Если это просто место, где очень нравится. Да, это может быть просто место. Вот порадовать себя местом в своем городе. Куда-то вот себя сводить. И задание на каждый день, каждый день себя чем-нибудь радовать. И раз в неделю устроить себе вот такую прогулку. Вот такое вам домашнее задание. Давайте я еще раз его сформулирую. Каждый день. И прям отчет пишем в таком формате. Порадовал себя тем-то и тем-то. И в конце недели, за неделю себя вывести, погулять. Каждый день себя радовать, баловать. И хотя бы один раз в неделю сводить себя погулять. И отчет, куда и как погуляли. Понятно ли домашнее задание? Если понятно, напишите. Понятно. Если есть вопросы по домашнему заданию, задайте вопросы. Поход в кино можно сюда отнести? Это вы решаете. Ребята, если для вас это будет, если вы давно не ходили в кино, если вы ходите в кино пять раз в неделю, то, наверное, нет. А если вы там год в кино не были, то тогда, конечно же, да. Здесь важно не содержание событий, а важно наполнение эмоциональное. Хорошо. Так, занятия спортом относятся, это же типа полезно. Вот прям по комментарию видно, что нафиг вам не нужны никакие занятия спортом. То, что вы прям, что вам не хочется заниматься никаким спортом. Прям очевидно. Да, я, если что, я прошу прощения, тут у нас немножечко со звуком, у меня понит эти самые, от стекол понит. Ближайшие 2-2 недели мы будем с вами на балконе вести эфиры, потому что у жены у меня сессия, и она меня выгнала из студии. Так что 2 недели будем встречаться на балконе. Все. Спасибо. Рад с вами снова встретиться. Снова радуюсь вашим умным и глубоким комментариям. И увидимся на следующей неделе, понедельник в 12.00. И еще раз напоминаю, что идет набор на онлайн-курс по написанию романа. Половина мест уже проданы. Я особо как-то не путаю этот курс, но в принципе уже как-то надо набирать людей. Так что присоединяйтесь. Пока-пока.